Всем дня! Я всех приветствую в нашем прямом эфире. Сегодня он посвящен моделированию при помощи гелевых типс в форме стилет. Это наша новинка. Альтернативный вариант, конечно же, это не замена полноценному моделированию, но это вариант быстрого, качественного, очень прочного моделирования для мастеров, которые по каким-то причинам еще не умеют моделировать. Либо для мастеров, которые привыкли работать на коррекции, и им случайно тут неожиданно прилетает клиентский запрос, а я хочу длинные ногти. Хочу быстро, как всегда, бегом кувырком. И вот этот вариант очень хорошо подойдет в таких случаях. Набор из гелевых типс в форме стилет. Вот таким образом выглядит. В наборе 120 штук. Данный набор доступен на Эйми Шоп и у представителей по регионам. Стоимость набора 810 рублей. Достаточно большое количество материала здесь. В чем особенность данных типс? Они очень прочные. Они имеют правильную форму. У них ровные боковые параллели, хороший изгиб. При этом они сочетают в себе жесткость и гибкость. Они достаточно гибкие, не сильно мягкие. То есть они не гнутся сильно, а только лишь слегка амортизируют. Что позволяет выполнить быстрое моделирование и прочное. При этом не выполняя, не выстраивая архитектуру по поверхности. То есть это фактически уже готовые ногти, которые мы по размеру подбираем и фиксируем на ногтевой пластине. Ногтевую пластину я предварительно подготовила. Сейчас покажу. Вот на предыдущем эфире. Только что мы закончили эфир в инстаграм. Выполняли при помощи ТИПС вот такое моделирование с красивым витражным дизайном. Хороший выход для тех, кто также не умеет делать техники витражного моделирования. А здесь такой быстрый, очень быстрый и классный эффект можно достичь. С интересными вариациями дизайнов. ТИПС многослойных, так как ТИПС тонкий, он позволяет нам выполнять многослойные дизайны по поверхности, при этом не портит архитектуру. Я подготовила ноготь и теперь наша задача с вами подобрать по размеру. По размеру ТИПС мы подбираем таким образом. Смотрите, вот это будет маленький. Таким образом, чтобы ТИПС был шире, чем натуральное ногтевое ложе. Сейчас подберем оптимальный размер, потому что двоечка вот шикарно сядет. Он будет пошире и сразу при подборе можете посмотреть, чтобы по боковым сторонам у вас не выходил ноготок сильно. Так, это двойка. Сейчас я посмотрю, еще примерить. Есть такой вопрос, момент подбора, он достаточно важный. Четверка. Чтобы материал все-таки сел очень хорошо. Так, троечка маловато, да, четверку оставляем. Я ноготок уже подготовила, прошла аппаратом. Теперь мне нужно подготовить непосредственно сам ТИПС. Выставила на ноготь, определила себе место фиксации, делаю небольшой отступ, формирую границу. Они хорошо спиливаются, так же, как и гелевая система, фрезой. Никаких сложностей при апиле с данным материалом нет. Спиливаются небольшой стружкой и такой длинненькими стружечками и небольшой пылью. Так, определили себе контактную зону. Я примерно, визуально запоминаю, какой ширины у меня зона контакта будет с натуральной ногтевой пластиной. Добрый день всем присоединившимся. И с внутренней стороны подготавливаю ТИПС таким образом, чтобы у меня здесь не осталось глянцевого блеска. То есть, в месте прикрепления материала я просто опиливаю, не истончаю его, а создаю матовую поверхность. Можно работать любой фрезой, которая вам удобна. Керамика, пожалуйста, хотите, можно с алмазным напылением. Как вам удобно. Главное, вы не убирайте толщину, чтобы не нарушить каркас, не нарушить жесткость. Убрали контактную зону. Ноготок подготавливаем следующим образом. Обезжириваем поверхность. Для дополнительного обезжиривания я использую NELPREP. Наношу его на весь ноготок. Если ноготь сухой, на весь. Наоборот, если ноготь влажный, то на весь. А если сильно сухой, то можно только в зону кутикулы его добавлять. Следующим этапом ультрабонд наносим. Юля, дай мне другой ультрабонд. Есть ли у тебя? Только этот? Ладно. Наношу ультрабонд тонким слоем, без нахлестов, с отступом от кутикулы. Буквально в два движения это делаю. Даю подсохнуть на воздухе. Ультрабонд – это грунтовочный препарат, это праймер, который сохнет на воздухе. Подсыхая, он создает дисперсионную пленку на поверхности ногтевой пластины и обеспечивает качественное прикрепление материала. Далее, следующим этапом будем наносить бейс-гель. Типс фиксируется на гель-лаковую базу. Много вариантов мы протестировали, пробовали и на геле, и на акригеле. Самую эффективную стойкость все-таки материал показал именно на гель-лаковых базах. Причем, знаете, такая особенность, что даже те клиенты, у которых гель-лак не очень хорошо носится, типс на гель-лаке просто идеально стоит. И до двух месяцев носки вообще не держатся железобетонно. Длину можно регулировать. При желании вы можете убирать длину свободного края. Делать это уже нужно после того, как вы зафиксируете его на ногтевой пластине. Можно при помощи фрезы. Я не рекомендовала делать это кусачками, чтобы он не заламывался, не образовывались такие заломы на поверхности. Все-таки эффективнее убрать непосредственно фрезой, либо пилочкой. Дальше для фиксации мне понадобится база медиум. Можно использовать базу максим. Либо медиум, либо максим. Набираем небольшое количество базы. Сильно много брать не нужно, так как он не горбунчик. У него нет ярко выраженного изгиба, который нужно заполнять материалом. Здесь нам база нужна для фиксации. Подставляю фактически перпендикулярно к свободному краю типс. Слегка на него надавливаю. И контролирую таким образом, чтобы он у меня лег максимально без пузырей на поверхности. Поджимаю, излишки у меня выходят. Здесь главный момент нужно проконтролировать, чтобы он ровно стал. Бывает так, что становится неровно. Марин, возьми мне, подсвети фонариком. Фонариком мы фиксируем, просто фиксируем, подсушиваем сверху. Можно поближе чуть-чуть. Просто подфиксировать, для того, чтобы дальнейшую просушку мы уже в лампе осуществляли. Да, читаю. Добрый день. Можно файбером. Вы знаете, в принципе, можно файбером. Тоже гель-лаковая система, достаточно жесткая. Да, файбером можно. Единственное, что, смотрите, файбер, она прям погуще будет. Сильно много ее не наносите. Так. Ну, кто-то пишет, файбер не подойдет. Почему не подойдет? Гель-лаковая система. Досушиваем в лампе. Гель-лаковая система просто в составе файбера синтетические волокна. Типсы гелевые, в форме стилет. Это гелевые типсы, это полноценное моделирование с небольшим отступом от кутикулы мы делаем, формируем, ну, искусственно формируем контактную зону для того, чтобы зачистить и доложить немножечко по поверхности архитектуру, также базой. Гелевые типсы, в наборе их 120 штук. Они доступны на Эмишоп и у представителей по регионам. Стоимость 810 рублей. Повторяю, типсы по размеру. Сразу скажу, что не прям 100% всем клиентам подходит. И, конечно, когда у клиента очень ярко выражены у них агрефозные ногти, сложно работать. То есть здесь, скорее всего, подойдет больше для трамплинов, для ногтей плоских, ровных, не сильно изогнутых. Вот именно прям для жесткого у них агрефоза этот вариант, конечно же, не подойдет. Я зафиксировала типс, оставила контактную зону. Вот смотрите, видите, многовато взяла. Соответственно, у меня база вышла на валики боковые и немножечко коснулась кожи. Мы ее сейчас потихонечку, кожицу я отодвину. Нужно, конечно, будет это убрать. Здесь у меня дисперсия на базе. Мне необходимо обезжирить. Если я просто начну обезжиривать, типс помутнеет с внутренней стороны, и вот такого прозрачного эффекта у нас не останется. Следующий мастер-класс. Покажите коррекцию. Да, мы обещали показать обязательно коррекцию. Покажем, ждем, пока у нас отрастут модели у нашей ноготки на коррекцию. Для этого время потребуется. С внутренней стороны я прохожу типс гелем финишным, финишем, топ гель Текласс. Топ Текласс. Без липкого слоя он. Создаю тоненький-тоненький слой из Текласса. Дальше расскажу, зачем я это делаю. Обратите внимание, сразу у нас соседний ноготок уже готов. Сушим. Текласс нанесла с внутренней стороны и подсушиваем. И дальше мы продолжаем выполнять работу по поверхности. После того, как Текласс с внутренней стороны у нас подсохнет, мы спокойно можем ноготок обезжиривать и не беспокоиться, что он у нас замутнится. Прозрачность обязательно сохранится. Так, подсушили. Для зачистки контактной зоны я использую фрезу конус. Конус со скруглением куда-то потеряла ее. Можете пользоваться, в принципе, любой удобной вам по форме. Слушай, а куда конус потеряла? Марин, ты не видишь? Это нет. Это капли. Сейчас, 3 секунды. Куда-то уже потеряла фрезу, которая выполняла обработку. Ну, ладно, возьмем не конус. Если нужно срочно снять, берете фрезу, максимально убираете длину и опиливаете по поверхности точно так же, как вы снимаете любые гелевые ногти. Естественно, у нас там на подложке база, сильно не допиливаете до натурального ногтя, дорабатываете уже пилочкой. Основную толщину снимаем по поверхности. Я еще раз ставлю акцент на том, что типс, он жесткий, достаточно хорошо амортизирующий, но при этом он не сильно толстый. То есть его там прям пилить очень сильно и не нужно. Укладываю фрезу на поверхность, зачищаю границу, вот эту контактную зону, делаю переход более плавным, для того, чтобы мне удобно было по поверхности работать дальше с базой. И убираю в тех местах, постараюсь максимально аккуратно, и так уже я тут кутикулу цепанула, максимально аккуратно, чтобы кожу не травмировать. Поэтому смотрите, при нанесении на типс с внутренней стороны базы не берите сильно много. Я многовато взяла, поэтому у меня излишки повыходили. Конечно, в работе мне сейчас это прям будет мешать в дальнейшем покрытии, поэтому стараемся максимально, работать максимально аккуратно. Зачищаем зону. Там я аккуратно цветом подведу. Зачищаем границу. Опиливать натуральный ноготь не нужно, только выровнять по границе. Какой фрезой сейчас работает? Ну, такой тоже конус, можно сказать, с алмазным напылением. Какая-то под руку, которая попалась. Обычно такой фрезой работаем запечатку с внутренней стороны, убираем. Можно вот этим вариантом работать, пожалуйста. То есть, если хотите, этот конус, притупленный с таким усеченным кончиком, не закругленным. А, это вот как раз-таки то, что я потеряла. Ну, то есть, варианты могут быть различные по форме. Все эти фрезы имеют алмазное напыление. С синей насечкой, значит, средней жесткости фреза. Так, по поверхности верхний блеск, глянцевый, именно с типса я убираю. По торцу тоже вот моменты, которые у нас немножечко торчали на носике, тоже зачищаем, убираем. Убираю глянцевый блеск для того, чтобы у меня по поверхности хорошо прикрепилась база. Смотрите, вот боковые параллели, так как типс мы взяли, не больно? Тут на этапе подготовки немножечко ее, кутикула ее травмировала. Так как мы выбирали типс по ширине больше, чем ногтевое ложе, если вы видите, что по боковым сторонам сильно он, сильно шире, можно взять пилочку и аккуратненько боковые параллели почистить, довести до вростов ногтевых, выровнять, подобрать. То есть тут уже, конечно, смотрите непосредственно по ситуации. Можно потом уже смоделированы новые типсы, покрыть файпер базой, молочной перекрыть, если не хотят дизайн? Можно, конечно. Вы можете любым материалом типс по поверхности перекрыть, хоть гелем твердым перекрывайте. Главное, чтобы снять с него глянцевый блеск. Просто зашлифуйте его, выкладывайте по поверхности любым материалом, который вы хотите. Хотите камуфляж, если не хотите прозрачно оставлять, то есть тут выбирайте. Пожалуйста. Продается только набором, девочки. Продается только набором, отдельных номеров типс докупить нельзя будет. Но тут очень большой запас, их 120 штук в наборе. Далее я возвращаюсь к базе медиум и выравниваю по поверхности. У меня вышла база, не очень чисто получилось. Марина, не больно? Я просто боюсь, что у меня уже сейчас человеку больно. Вот. Поэтому аккуратненько с количеством материала с внутренней стороны. Обращайте на это внимание. Я поторопилась быстренько. Так, вышло. Так, по поверхности я дополняю, просто выравниваю переход от кутикулы. Да, естественно, база медиум я прохожу по всей поверхности. Для того, чтобы она у меня получилась гладкая, ровная, без перехода. Так, с одной стороны. Да, Валера, у меня эфир. С другой стороны, с одной боковой поверхности перехожу на другую. Также дополняю под кутикулу и в центр немножко. Моделировать, выстраивать здесь точку апекса по поверхности нет необходимости. Очень прочный материал. Только лишь границу. Вот. Ставлю акцент на том, что я выравниваю только границу. Добавляю небольшую капельку. Выгружаю материал. База медиум имеет очень хорошие моделирующие свойства. Она очень хорошо самовыравнивается. Поэтому, в принципе, здесь какого-то такого долгого процесса сильно не будет. При этом она не течет. Такая хорошая очень консистенция у этого продукта. Так. Можно перевернуть, сцентровать, чтобы немножечко не проседало в бока. Ну, то есть такой классический вариант выравнивания. Просто мы это делаем сейчас на большую длину. Ходовые номера, типсы, можно ли будет докупить? Я ответила уже нет, что можно докупить только набором. Ну, мы рассматриваем этот вариант. Да, ну вот мне сейчас Юля подсказывает, что вариант этот рассматриваем. То есть в дальнейшем. Вот, возможно, в дальнейшем будет. Мы сейчас просто такой-то у нас вот пробный вариант. На самом деле очень долго тестировали. Тоже мы его держим. Слушаем. Что? Почему не нужно выводить апекс? Потому что это готовый вариант готовых ногтей, не требующих моделирования по поверхности. Эти типсы, они не с короткой контактной зоной. То есть они предназначены уже для полноценного моделирования. Они имеют изгиб, имеют хорошую прочность, при этом амортизацию. И они просто железобетонно держатся. Они не дают в ростов, в зоне стресса. И, соответственно, не требуют дополнительно. Видите, у них хороший изгиб. Этот изгиб подходит под натуральный ноготь. И с внутренней стороны при плотном прилегании заполняется базой. И получается такая железобетонная конструкция. Очень долго мы их тестировали на разных руках, на разных моделях. Очень много, если смотрите, надеюсь, что смотрите. Катя всегда на своих ногтях их начинала делать в разных вариациях. И полностью цветом покрывала, потом фиксировала. То есть прям тест они прошли великолепно. Так. Так, типс имеет прозрачность, будут как натуральный ноготь без отличия. Но в любом случае граница-то читается натурального ногтя. Типс прозрачный. И, например, вот как на соседнем пальчике опил, если убрать. Я выполняла дизайн на предыдущем эфире. Мы сейчас с вами его повторим. Все-таки границу эту лучше снивелировать. Типс натуральных цветов, скорее всего, варианты прозрачные. Прозрачные для того, чтобы можно было выполнять дизайн. Дизайн мы сегодня будем выполнять при помощи новой коллекции Memories. Это новые гелевые краски. Внутри в наборе идут в подарок вот такие шармиконы золотые с цветочным принтом. И сейчас мы с вами выполним дизайн из этих вариантов. С внутренней стороны я ноготь предварительно покрыла текстом топом без кисло, а финишным. Для того, чтобы уместно получается, витража, на витраж, вот видите. Матин приближает у тебя, видите. Они очень красивые получаются, прикольные с внутренним золотом варианте. Также не все умеют и не у всех есть временные возможности посидеть, помоделировать витражи. Тем более, повыполнять их на клиентах. Это достаточно такие техники, ну и сложные, и требующие временных затрат больших. Поэтому выкраску еще не успела показать. Сейчас покажу. Пока фиксирую шармикон с внутренней стороны. На текст. Я подобрала просто веточки, которые мне нравятся. Немножечко разных они форм. Фиксирую их в хаотичном таком порядке, выкладываю. Именно с внутренней стороны. Излишки сейчас уберу кусачком. А нет, хорошо легла у меня одна, вторая. Видите, какой эффект получается. То есть они с внутренней стороны у нас золотые. Здесь мы переворачиваем в сочетании с серебром. Так, и еще я добавила бы еще веточку. Я ее обрежу и потом еще дополню. Дополню по поверхности. Дополнительный дизайн сделаем. Так, не так сделали. То есть тут уже, смотрите, ваша фантазия. Вот как вам нравится, так нет, не годится. Хочется с изгибом. Можно сочетать любые цветочные принты в разных вариантах. А, вот таким образом. Излишки убираем. С внутренней стороны, конечно, удобнее все-таки это кусачками делать, потому что я прямо перлась на боковую параллель. Смотрите, никакие кусочки не выкидываю. Очень люблю шермиконы резать. И сочетать их, скажем так, нестандартно. Не так, как мы обычно привыкли это делать. Убираю излишние части. Можно пройти апельсиновой палочкой. Они с внутренней стороны просто шикарно будут держаться, так как мы перекроем их теклосом. И теклосом сразу же перекрываем. Выкраска. Вот они вот такие красивые очень цвета. Насыщенные, глубокие. Осень-зима. Просто идеальное сочетание с дизайнами. С дизайнами в золоте и в серебре. Такие красивые зимние, осенне-зимние оттенки. Очень актуальные. Так, дохожу прям полностью. Полностью перекрываю. Можно небольшую капельку сгрузить. То есть нужно проконтролировать, чтобы полностью ширмиконы очень хорошо теклосом перекрылись. С внутренней стороны это просто идеально происходит, потому что у нас там изгиб образуется перевернутым. Также с раскрытой ладонью подсушиваем. И далее сможем перейти уже к покрытию поверхности. Здесь на этом ноготолке я буду... Что-то у нас зеленый чай, да? Такой красивый. Оттенок он тоже с легким-легким таким золотым шиммером. Он еле читается, невесомый, но так будет очень хорошо оттенять наши золотые ширмиконы. Можно выполнить покрытие именно пойти по лунули, да? То есть сделать такой же эффект, скажем так, выкладного френча, удлинить ложе ногтевое, как я делала на указательном пальчике. Можно перекрыть, сделать какой-то еще элемент геометрический. И здесь вы можете уже включать абсолютно свою фантазию и как вам больше нравится работать. Еще раз скажи про внутренний дизайн. Внутренний дизайн типсу я перекрыла топ-текласом, посушила, выложила, зафиксировала шармикон и сверху шармикон еще раз перекрыла топ-текласом. Топом без липкого слоя. Хорошо, нужно обязательно проконтролировать, чтобы класс шармикон и теклас, и все. Да, вообще, и все. И посмотрите, какой просто офигенный вариант такого витража с прорисовкой. А ну-ка попробуйте взять кисточку и сесть тут быстренько нарисовать веточки какие-то, витраж, заложить все это гелем, опилить. Ну, то есть, это достаточно процесс такой долгий. Этот вариант, он простой, и при этом обалденно классно выглядит, скажем так, профессионально все равно, да? То есть, это не топорная какая-то работа, это все равно выглядит профессионально, это выглядит очень достойно. Работаю кистью овал, четверочкой. Девочки, честно, вот работаю то, что взяла вот под руку попалось. Я просто сейчас определю себе кисточкой границы, потом возьму линярку и немножечко доведу по форме. Краску буду в два слоя покрывать, хотя видно, да, что даже в один слой она очень плотно ложится, качественно, хорошо, но все-таки я буду делать это в два слоя. Не теряется качество? Напишите кто-нибудь, я так приблизила сейчас максимально. Хорошо? Не, не суши пока, я еще чуть-чуть кисточкой. Девочки, время просушки топа ТЭКЛОСа 2 минуты. Я сейчас некоторые моменты технологические нарушаю, потому что сидеть в прямом эфире и досушивать до конца, как положено по технологии, просто на это у меня, мне не хочется на это время лишнее тратить. Поэтому ТЭКЛОС подсушивала буквально в течение 30 секунд. Когда вы на клиенте делаете, перекройте все ноготки, переверните и досушите, либо по одному они у вас досохнут, просохнут в процессе. Лучше просушивать 2 минуты. Для качественного маникюра, для хорошей качественной носки, для гарантии. Лучше технологические процессы, как я сейчас, не нарушать. Так, придаю форму ложи ногтевому, просушиваю. Очень красиво смотрится, да, действительно, это смотрится, правда, красиво, хорошее сочетание цветов. Глубокие цвета очень хорошо смотрятся с и золотом, и серебром, с такими декорациями. Цветочные принты сейчас тоже очень актуальны. И очень просто. Очень просто. Ну, согласитесь, что такой вариант, достичь такого эффекта при помощи классического моделирования, витражного моделирования, гораздо сложнее. Я ни в коем случае не призываю к тому, что не нужно учиться. Обязательно нужно учиться. Обязательно нужно учиться моделировать, понимать архитектуру, уметь работать гидрофором, и витражное моделирование выполнять, и в различных техниках мастер должен уметь все. Но, тем не менее, еще и почему бы не облегчить себе работу, скорость своей работы. Это как альтернативный вариант. Это не замена полноценное моделированию. Это просто альтернатива. То есть иметь в арсенале такой набор типс очень будет хорошо. Выкладываем по поверхности. Иногда бывают такие формы ногтей, когда очень сложно поставить форму. Особенно, когда большие ногтевые валики, такие пазухи достаточно глубокие, не всегда получается сработать качественно с бумажной формой. Вот в этом вопросе иметь под рукой такой вариант. Это просто спасение, на мой взгляд, для мастера. Если вы полноценное моделирование такое не будете выполнять, как вариант в запасе быстренько исправить какую-то ситуацию. Эфир в записи обязательно сохраним. Обязательно сохраним. Работаем мы сейчас с новой коллекцией. Краски гелевые Memories. Насыщенные, очень красивые, актуальные оттенки, плотные. Стоимость набора 2700 рублей. В подарок в наборе идут вот такие шермиконы в виде цветочного принта, которые классно сочетаются с этими цветами. Доступны они на AmiShop у представителей по регионам. Также можно приобретать. И мы выполняли моделирование гелевыми типсами. Форма стилет. Такой замечательный набор с большим количеством типс. 120 штук в наборе. Сначала не хотелось брать, видели дизайн. Я думала, что смотрите, вот мне, я буквально сегодня с утра мне что-то осенило, думаю, хочется сделать что-то интересное, но максимально простое. Не всегда у мастеров есть время посидеть, чего-то повыдумывать. А здесь уже вот вам предлагаю вам такое готовое решение. После того, как я краской сформировала ложе ногтевое, я перекрываю поверхность топ-теклосом. Не сильно толсто это делаю. Кайф вот этих именно типс в том, что можно делать классные многослойные дизайны, при этом не портя архитектуру по поверхности. Типс достаточно тонкий, и мы совершенно спокойно можем делать какие-то многослойные такие истории, интересные. Типс в наборе 120, стоимость набора 810 рублей. Конечно, вот если посмотреть аналоги, например, там на сайтах, да, есть более дешевые наборы, мы их сравнили просто огромное количество, очень долго подбирали, именно чтобы качественный был пластик, хорошего качества, не мягкий, чтобы он сильно не гнулся, чтобы он был прочный, но при этом амортизировал и не отскакивал от ногтей. И вот долго мы занимались этим вопросом, фактически полтора года мы их тестировали и пробовали. И я так себе вижу, что это оптимальный, идеальный вариант, потому что в работе они себя просто замечательно показали. Матовый я сейчас дальше покажу. Матовый рядом покрыт топ-вельвет. Мы обязательно это покрытие с вами сейчас будем выполнять уже на финишном варианте. Топ-текласс мы использовали для шермиконов. Сейчас что сделала? Сейчас перекрыла топ-теклассом для того, чтобы создать глянцевую основу для прикрепления декораций по поверхности. Топ-текласс нанесла. Далее беру, подбираю те же самые веточки. Можно делать это и с цветами. То есть тут вообще фантазия, просто все в ваших руках. Беру также веточки, такие же, которые я использовала с внутренней стороны. Давай ручку. И вот этими веточками хочу заполнить по поверхности те части, где, например, мне не достает листочков. Смотрите, здесь на этом ноготочке вот точно такой же использовала. Тут пойду от обратного. Разверну его в другую сторону и сделаю здесь изгиб, например, вот тут. Видите, прозрачная у меня часть в зоне чуть ниже ногтевого вроста, в зоне свободного края. Я возьму его веточкой и перекрою. Для того, чтобы у меня полноценная такая вот россыпь получилась, полноценная россыпь из этих веточек. Не было таких откровенно пустых пространств. То есть тут я сделала в другом направлении. Так, от обратного. Здесь сейчас дополню также еще одной веточкой аналогичной. Тоже. Вот смотрите, при отрастании вот эти места в зонах вростов ногтевых, они могут открываться и как-то быть, например, ну не очень эстетично выглядеть. Я возьму, закрою это шермиконом, чтобы при отрастании было красиво, эстетично. Обрешала ваше внимание на то, что никогда ничего не выкидываю. И вот остатки веточек я просто пускаю с внутренней стороны те части шермикона, которые я обрезала. Вот я просто возьму и в зону свободного края также на пустое место заполню его маленьким кусочком золотой веточки. Хочется дополнить здесь, добавьте еще один листик. Я не знаю, я сегодня вот честно, я прям кайфанула, потому что очень мне понравился этот вариант, очень понравилась эта идея с заполнением шермиконов и с внутренней стороны и по поверхности такое классное сочетание. Так что, видите, как прекрасно, когда мы получаем удовольствие от своей работы. Смотрите, какое красивое сочетание. Мы перекроем сейчас это по поверхности все опять Т-классом для того, чтобы поверхность выровнять. выровнять толщину по поверхности, так как шермикон, конечно же, имеет, он не сильно толстый, но толщина-то все-таки присутствует у материала, поэтому я сверху еще раз Т-классом перекрываю, уже там кутикули подтягиваю, насколько мне это необходимо, и поверхность выравниваю максимально, выглаживаю. Здесь можно добавить уже в центр каплю, перевернуть, сцентровать. Еще раз акцентирую внимание, кайф этих типс в том, что они тонкие, и сверху можно выполнять многослойные, интересные дизайны. Посмотрите тоже сейчас ткатины ногти, мы с ней выполняли также моделирование при помощи этих типс, и сверху выполняли многослойный дизайн, ну просто, вообще классно смотрится, очень классно. Так, выровняла по поверхности, перевернула сцентровала. Прикольно то, что они красивые и внутри, они такие вот ажурные, на этой длине. сушим. С внутренней стороны веточки разложены, короче, класс. Да, я сегодня молодец. Сам себя, сам себя не похвалишь, да. Вот иногда просто, вдохновение, да, что-то вдохновение какое-то приходит внутри, и хочется этим делиться с вами. Поэтому коррекцию, спрашивают про коррекцию, я обязательно коррекцию покажу. Мы дождемся, когда у нашей модели отрастут. Смотрите, можно оставить, ага, можно оставить вот в таком варианте глянцевом. Тоже очень красиво смотрится, но я хочу сделать как соседний ноготок, показать все-таки эффект матовый. Для этого, как обещала, буду использовать вельвет топ гель. Перекрою ноготок по поверхности. Перекрываю, можно чуть-чуть отодвинуть кутикулу, еще немножечко завести, чтобы у нас финишно... Что тут у меня прилепилось? Тоже контролируйте обязательно, чтобы по поверхности никаких крошечек не оставалось. Перекрываю вельвет топ. бока хорошо, тщательно. Вельветом тоже, кстати, можно выровнять при желании по поверхности. Я тут чуть-чуть накосячила, сейчас выровняю. По торцу, смотрите, шермиконы тоже хорошо запечатываете, обрезаете излишки. переверни тоже. Обрезаете излишки. Вот на указательном пальчике я выполняла моделирование, видите, приближаю специально. Вот хорошо фокус навелся. Сейчас я попробую приблизить, чтобы фокус... Вот, смотрите. И я прям обрезала полностью, толщину ребрышка я сохранила и обрезала вот по кантику, чтобы он не торчал, не выпирал на поверхность. Так, а что мне тут? Я дотронулась или ты? Кто-то дотронулся. Сушим. Финишное покрытие подсушиваю в течение минуты. Использовала краски, краски из новой коллекции Memories. Очень красивые оттенки, такие цепляющие, они очень эффектные, наполненные, такой цвет плотный. Они очень хорошо ложатся, плотно перекрывают. Видно это было даже на типсах, на прозрачных. То, что цвет ложится хорошо. Но для полноценного, максимально такого ровного эффекта все-таки я перекрывала два раза. Также у нас есть сейчас представленная новая коллекция и в гель-лаках. Мы, конечно, старались подобрать, чтобы это все-таки цвета были максимально похожи. В гель-лаках немножечко больше. здесь есть еще и светлый, белый такой с шиммером, очень красивый оттенок. И отличаются они все-таки по тональности. Обратите внимание, не прям один в один, но очень очень схожие. Очень схожие. Сушим также две минуты. Две минуты просушиваем. И сверху при желании для того, чтобы подчеркнуть. Смотрите, матовый, но они по-другому смотрятся. Я, конечно, очень люблю топ-вельвет. Он преображает любую работу. И хочется выделить по поверхности именно веточки и листочки. Также я выделять их буду при помощи фокус, вернем, при помощи топ-текласса, линеарной кисти. какой-то супер, девочки, детальной прорисовки здесь не требуется. Взяла маленькую капельку и по листочку растянула. Капельку и по листочку. Хотите веточку продублировать, продублируйте веточку. Здесь уже все будет. немножко качаю. Марин, вот я сейчас прорисовываю. Можешь нажать, чтобы фокус появился пальчиком на экран? Попробуй. Да, вот, спасибо. Сразу видно, что листочки приобретают, они становятся более живые, настоящие. И все листочки, которые у меня по поверхности были, я просто беру и более округлые можно рассыпью такой, точечками сделать. Опять, хотите выводить прям по контуру, выводите. Я просто точечно сейчас их немножечко оживить. по поверхности буквально такими штришками выделить и естественно просушиваем. Выделила только те листочки, которые у меня были на поверхности. Сушим. Сейчас 30 секунд я подсушу. конечно же время просушки у нас 2 минуты. Пока подсыхает, еще раз повторяю, рассказываю, что мы сегодня использовали типсы гелевые форме стилет для моделирования. Это очень хорошая альтернатива, это очень прочная, даже не то, чтобы это каркас, это полностью готовый вариант ногтя. Я думаю, что это классно зайдет мастерам, потому что мастер, как всегда, времени делать сам себе просто нет. Но при этом наши ногти, ногти мастера, это витрина для клиента, поэтому вы можете очень быстро и очень эффективно нарастить себе ногти длинные, с хорошей архитектурой, тонкие, красивые, выполнить дизайн, то есть наворотить, пожалуйста, что вы хотите. Мы сейчас просто сделали вообще самый простой вариант такого витража, при этом красиво, эффектно смотрящегося и очень быстро выполняющего. С внутренней стороны, если покрутить, смотрите, с внутренней стороны глянцевые, красивые, ажурные. Конечно, не обязательно выполнять такое моделирование на всех пальчиках, буквально можно сделать, кинуть россыпью, однотон пустить на ладонь однотон, два-один пальчика дополнить. Вот такой дизайн у нас получился. И краски также мы использовали, новые гелевые краски, это новая коллекция Memories, она также доступна на нашем сайте, на Amy Shop, использовали вот такие цвета, в матовом варианте, разбросаем пальчики, также она доступна, и в этой коллекции красок гелевых идет у нас в подарок вот такие идут шермиконы. Всем большое спасибо, да, особенно левую руку для правшей хорошее замечание, это вообще просто кайф, потому что мастеру самому себе делать своей рабочей рукой, ну, левой рукой водой на небо водой Продолжение следует...